Теперь рассмотрим настройки слайдера. Они доступны только администратору. Вот здесь вот он видит, что может нажать на редактирование слайда, его скрытие, добавление, новое удаление этого слайда и смены языков. Например, мы хотим добавить новый слайдер. Для этого нажимаете на кнопочку плюс и пишите его заголовок. Какой-то заголовок слайда. Здесь пишите какой-то текст. Причем его можно оформлять. Здесь редактор, которым можно оформлять этот текст. Если есть ссылка, которая есть ниже, вы вставляете эту ссылку. Например, вот такая вот ссылка. То есть никакая. Кнопочку используете и пишите, что должно быть по этой ссылке. Например, слово подробнее. Здесь можете указать выравнивание вашего текста. Тут можете выставить цветовое оформление всего, всей картинки. Цветовое оформление под текстом. Причем можно сделать его таким вот полупрозрачным. Прозрачность так. Можете изменить цвет окантовки, размер шрифта. И, наконец, надо выбрать саму картинку, которая смещается вот сюда. Мы ее будем сюда размещать методом drag and drop. Так. Ну, например, какой-нибудь. Ну, какой-нибудь вот этот вот файлик с изображением. Обратите внимание, что все картинки должны быть одной высоты. Если это будет нарушено требование, то они будут скакать. Вот я сейчас сохраняю. Все. Слайдер создан. Вот они все есть. Вот наш последний. Если зайти на главную страницу. Вот он первый слайдер. Второй. Третий. И вот четвертый у нас сделан неправильно. Во-первых, картинка низкого качества. Вот такой наш текст. Вот ссылочка появилась. Все это можно редактировать по карандашику. Менять, редактировать. А если не нравится, то можно и удалить этот слайдер. Я думаю, со слайдерами все понятно. Удалить. Все. Удалил. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...